Пожалуй, оспаривать величие Героев 3 не будет совершенно никто. Те, кто застали начало компьютерного века, наверняка поймут меня с полуслова. Игра, в которую играли не только мы, но и наши с вами родители. Да и аргумент видео – это не игра, это стратегия, она развивает логическое мышление, давал многим на то время школьникам шанс посидеть в этом шедевре игровой индустрии даже после 10 часов вечера. Но справедливости ради, сейчас в 2024 году это все не более чем ностальгия и хорошие воспоминания. Но вот уж не задача. Разработчики из Lava Point, судя по всему, со мной не согласятся. Sons of Conquest – детище этой небольшой и скромной студии, которая, если не берет на себя задачу вернуть тех самых героев, то как минимум пробует в своем лице адаптировать их под современные реалии и выпустить конфетку в новые обертки. Стоит отдать должное, я уже прям нормально так поиграл в эту игру, как в компании друзей, так и в скромном одиночестве. И смело могу заявить, что кондитеры из вышеупомянутой Lava Point определенно знают толк в пошаговых стратегиях. В общем, как ты понял, сегодня у нас на обзоре замечательная игра Sons of Conquest. Я постараюсь не повторять того, что уже было сказано в других видео на YouTube. Короче, без лишних прелюдий, обзор будет актуальным на момент середины 2024 года, что, наверное, вполне свежее мнение об этой игре. Так что усаживайся поудобнее и ставь палец вверх под этим видео, и будем начинать наши знакомства. Что из себя игра представляет, пожалуй, первый вопрос, на который стоит ответить. Но вот сделать это не используя какие-то общие тезисы а-ля пошаговая стратегия с пиксельной графикой не так уж и просто. Sock – игра необычная, тем более для 2024 года. Да и судя по всему, Sock этот у нас помидорный и точно придется по вкусу далеко не каждому современному геймеру. В целом, это неплохая игра как для партии с друзьями, так и игра опять же в одиночку. И в отличие от своего предшественника в лице героев, данное действие не будет занимать у вас 8 часов реального времени. Хотя продолжительность катки тут зависит от общего количества игроков. Основные механики игры остались прежними. Вот вам магистр, вот вам крепость. Строй да улучшай здание, нанимай войско и броди по карте в поиске ресурсов и приключений. Ну а главное, что отличается эту игру от третьих героев, это ее простота и удобство. Разобраться в базовых механиках сможет даже ребенок первого класса. Ребенок первого класса. Какая-то очень странная классификация ребенков формируется в моей голове. Ну в общем вы меня поняли. Не то чтобы старые добрые герои были сложными, но процесс вашего развития в процессе игры там был в раза два, а то и все пять раз дольше. А современный гейминг он у нас такой, скажем, динамичный. В этом плане сок ощущается гораздо бодрее и перспективнее. Тут есть четыре фракции, каждая со своими приколами. Люди, нежить, какие-то кракозяблы и еще раз люди. Кто хочет доминировать, берите по любому баре, это реально какая-то дисбалансная мощь. Небольшой совет на будущее, так сказать. Графика, звук, да и вообще весь визуал. Мне сначала показалось по скриншотам, что это не то, чего хочется видеть в такого жанра игре. Но как итог я был приятно удивлен. Оно выглядит реально прикольно и именно что приятно. Да и на моем макбуке игра идет без проблем, так что наслаждаться партией в сок можно даже в дороге или на природе. Я изначально хотел сделать этот обзор довольно емким, чтобы не затягивать видео на 20 минут, как многие любят. А коротко и по делу объяснить, стоит ли эту игру покупать и кому она подойдет. Ну во-первых, если вы являетесь тем самым фанатом героев третьих и у вас есть парочка желающих в нее поиграть друзей, смело берите этот шедевр на вооружение. Тем более, что сейчас игра выходит в релиз и если она долго пылилась в списке желаемого, вы знаете что делать. Кстати, несмотря на простоту, в сок есть много чего прям таки уникального. Особенно мне понравилась сама боевка в этой игре. Она стала гораздо более тактичной. Тут есть и перепады по высоте и прочие тонкости шахматного геймплея. Те, кто любят подумать в играх, тут будут прям кайфовать. Ну и не беспокойтесь, ваши мозги тут напрягаться прям не будут, как в каких-нибудь головоломках. Это все-таки у нас пошаговая стратегия. Но вот кому бы я ее не стал рекомендовать, так это всем тем, кто не очень любит сами стратегии как жанр. Как по мне, сок это идеальный представитель жанра в 2024 году, когда игра получилась современной, но сохранила тот самый дух старых пошаговых игр. Тут есть много способов развития в процессе партии. Можно качаться через магию, можно качаться через юнитов, а можно и вовсе стать каким-то золотым бароном и фармить золото до бесконечности. Короче, прикольная игру, хочу греха таить. Хотите берите, хотите не берите. Наверное, не такую концовку обзора вы ожидали. Но камон, взгляните лучше на название этого канала и вопросы сами отпадут. Спасибо всем, кто посмотрел. Возможно, в будущем появится расширенная версия этого видео, если, конечно, на то будет спрос. Также я буду очень рад, если вы подпишетесь на этот канал. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!